ну мы все родились в москве и дети и мы с мужем я большую часть времени после окончания учебы и недлительного времени работы ушла в перманентный декрет наверное не выходя из него ну а все обязанности по содержанию нашей семьи но и воспитанию тоже это уже наш любимый папа сереже занимается у нас семья начала быстро расти когда мы познакомились встретились это так была такая большая ответственность большая мотивация добиваться успехов и результата большую часть своей карьеры я проработал в автомобильном бизнесе различных международных компаниях но последние несколько лет я перешел в информационной технологии работать с компанией яндекс занимаюсь беспилотными технологиями я была с этим знакома совсем слегка это он скорее по моей инициативе потому что ну к сожалению в советские времена это не приветствовала не приветствовалась об этом говорили только внутри семьи и скорее всего тех сложностей которые испытывала наша семья в связи с тем режимом когда стало все спокойно уже детям то есть моим родителям мне внукам и получается моему брату уже что-то стали рассказывать но совсем чуть-чуть поэтому мы конечно надеемся погрузиться в это больше приехав уже в израиль я добавлю от себя что здесь скорее еще большую роль сыграли очень теплые воспоминания о нашем дедушке даже я его застал брам гамсеевич он конечно был уже очень пожилом возрасте там познакомились но сохранял ясность ума такой очень позитивный настрой каждый раз очень всегда подробно расспрашивал особенно если кто-то из нас ездил на его там родину и всегда с большим интересом ко всему относился поэтому мы вот так вот храним такое теплое воспоминание о нашем предке вот и это тоже не последнюю очередь повлияло на наше решение планировалось это наверное с 92 года когда уехал мой дядя собиралась уехать моя мама с семьей с нами но почему-то не сложилось и столько лет мы вынашивали эту идею шли к ней надеялись и сейчас сложились все наверное факты что мы решились и можем наконец-то это сделать я очень рад что твои родители не решились на это тогда потому что мы тогда наверное вы не встретились а вот а сейчас сложилось много факторов в пользу в том числе то что мир так поменялся то что можно работать удаленно для меня это такой важный опыт который давно хотелось попробовать это возможность более тесной интеграции в целом международное сообщество в более в мир более открытых границ открытых нравов и вообще кажется более свободного ощущения мы очень надеемся что у нас все получится начнется все с изучения языка и дети школе я думаю будут узнавать больше чем знают мы и принесут нам это в дом они скорее будут нашими просветителями потому что конечно здесь очень мало возможности было узнать из мои родители свое время переехали из одного российского города в другой российский город и если посмотреть как это выглядит с точки зрения телесвязи это было больше отрыв от корней чем сейчас переезд из одной страны в другую все-таки коммуникации выше на совершенно новый уровень вообще от переезда в израиль я ожидаю развить свою бадвинтонную карьеру в израиле потому что в россии слишком высокая конкуренция для этого вот я надеюсь я найду себе партнеров для игр и в целом моя жизнь в спорте не закончится раньше чем закончилась бы в россии очень привыкла к москве бы ту который был здесь поэтому конечно присутствие переживания насчет переезда в другую страну я также хотел бы продолжить свою баскетбольную карьеру но в израиле потому что там это сделать намного легче но также как у они единственная проблема это будет языковой барьер переживания безусловно есть потому что на данный момент я в россии заканчиваю 11 класс и у меня на носу должны были быть экзамены но вот внезапно произошло вот то что произошло и с одной стороны есть переживания а с другой стороны я вижу в этом новые возможности я хочу познакомиться с друзьями я хочу знать израильский язык и мне нравится страна в которой мы будем жить я хочу жить где моя и щонки